Проверка территории на велосипедах. Владимир Ружицкий совершил субботний велообъезд. На этот раз наша съёмочная группа прокатилась по посёлку Красково. Начало маршрута улица 2-я заводская. Мусор, некошенная трава и неаккуратные тротуары. Мелкие, на первый взгляд, недочёты портят общую картину. Возле дома номер 81 на улице Карла Маркса идёт благоустройство детской площадки. Новые горки уже установили. Открыть игровую зону планируют до 15 июля. Следующая точка маршрута – дом номер 63 на улице Карла Маркса. Здесь пустующее торговое помещение. Его окна исписаны вандальскими рисунками. Собственнику пристройки дали предписание об устранении нарушения. Однако творчество уличных художников уже больше года украшает главную улицу посёлка. Это видовая сторона. У жителей посёлка есть вопросы к благоустройству берега Новокросковского карьера. Строительство зоны отдыха пока не завершили. Впереди установка ограждений и лестниц. Не радует только одно – уже сейчас после работ в воде остаётся мусор. Ребята накрывают настилы, а там не остаётся вся грязь. Всё, что вы видите, это мы всё вытаскивали из воды возле лестницы. Я думаю, что в течение пару месяцев работа здесь должна быть завершенной. Здесь будет такая хорошая зона для отдыха, для какого-то релакса. Также строители укрепят склоны берегов карьера, потому что грунт после ливня может пойти вниз на обустроенную зону отдыха. Вопросы у жителей возникают не только по поводу благоустройства берега. Есть вопросы, потому что и бурьяны есть, и травы, скажем, не везде покошены, и ямы есть на проезжей части. Многие же работают в Москве. Все сравнивают Люберцы посёлки с Москвой. И мы должны стремиться к этому уровню. И у нас есть территории, есть некие дворы, проезды, где мы абсолютно не уступаем. Ну а езде требуется работа. Субботние велообъезды городского округа проводятся с 2020 года. Глава Люберец лично проверяет работу управляющих компаний и общается с жителями.